Ну что, мы сейчас находимся возле отделения коммунального предприятия Харьковской тепловой мережи, которое в принципе должно ремонтировать воду, прорывы, здесь вот находится техника, это их здание. Но что мы вообще хочем от того, что они в городе что-то ремонтировали, если вот крыльцо, вход в это предприятие. И возле самого крыльца, ну вот здесь не особо видно, вот течет вода. И уже довольно-таки много на текло, здесь особо она течет не сильно, вот здесь тоже второй люк, вот с этого люка немножко течет, ну еле-еле. Вот, а вот здесь вот более, так лучше видно, вот, тут же такой хороший ручеек бьет с-под низу. Соответственно, никто же этого не ремонтирует, не делает, причем технику гнать не нужно там за километры, где-то за улицей. Вот она стоит здесь, не знаю, будет видно ли, нет, вот здесь и здесь, этого предприятия. А воды течет, куча, тут даже просто выехал за территорию предприятия и все. Насколько мне известно, течет это с пятницы. Соответственно, даже сейчас, если выходные, ну здесь воды вот уже много на текло, можно было просто ради, не знаю, там, и так они уже, говоря, с лицом упали, здесь же некуда, ничего не ремонтируется, не делается, непонятно вообще за что люди платят коммунальные услуги и сидят просто без воды. А вода просто течет, даже то, что она течет вот возле, и там вот вообще до самого низа на текло, и снимать не будет, просто это будет не особо интересно. Вот, просто реально воды очень много на текло, и там просто никто не ремонтирует. Не знаю, нужно полностью реформировать эти все коммунальные службы, структуры, а таких руководителей просто увольнять и вообще сидеть тупо за решетку. Потому что это течет харьковчане, просто ваши деньги, за которые вы платите.